что да мы так и пойдем красота такая да молодец ух ты а что это у нас еще цветы цветут октябрь месяц как ну да сидели но это нет не пляж здравствуйте какая красота это вот и есть знаменитая дача бенуа да знаменитая чем она знаменитые своей архитектурой по личному проекту строилась насколько я знаю и по-моему его брата здесь тоже где-то в 19 веке загорел а вот как а здесь фашисты не были вот одна дача осталась здесь не были в английском там петергофио это большой дворец а здесь как пятачок как пятачок пятачок да вы что здесь кусками как-то были странно большой дворец да вообще дворец большой дворец такая там фото картика то что они там шампанское будут купили вот они вот наверное и сперли с головы вот этого великана шлем там у него на носу . отверстие есть такое видно что люди в сергеевке ну да сергеевка то вот эти сергеевка так она называть голова великана биологический институт сергеевка да 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 я не знаю там как это а вы говорите голова которая в земле да 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 я про нее ну я не знаю я вот еще в 60-е года 50 это мы пацанами были туда ходили я что-то не помню что так вроде бы было но в интернете ходят там всякие слухи что александр сергеевич пушкин даже поэтому когда голову это увидел это его вдохновила на этот руслан и людмила написание руслана и людмила а кто это сделал вот этот камень до из этого гранита 1700 и 1800 1790 1800 и года по проекту какого-то там я не помню фамилию по его проекту сделана была эта голова и и поставлена именно или она была этот волос на этом месте потому что рядом рядом с этим самым ключ там ключ бьет да да и говорят она ушла там метра на два метра на два она туда ушла понятно понятно хоть и местные я так не читаю там все это вы работаете здесь работаете охраняем охраняется ходу это английский дворец я не знаю как я здесь жил 50-х годов на пабличной канавке здесь были сарай это мы в этом желтом а сейчас что в этом здании сейчас ничего про сохраняем и все пустой было же дом отдыха а попасть 2 а попасть там смотреть ничего запрещено не печей никакой архитектуру ничего не там когда это сделали дому это отдыха здесь я тетеньки были там мужики то есть отдельный мужской корпус женский корпус там как это дом просвещенец и и относилась дача бенуа здесь было беседка было здесь это было очень давно лет двадцать наверно существовал а потом когда миша начал руководить все развалилась и дом отдыха ну да да там эти корпуса крона вообще развалилась там столовая танцевальная площадка внутри все развали вот одно здание так держится охраняемых это все-таки через строя ага ой ну красота конечно а денег нет а денег нет они там наверху то дворцы это эти не могут отреставрировать все денег да в денег нет при моем дежурстве приходили крестов ребята это давно ага сказали вот легче это снести заново да а это ббр или пип ага не дает не разрешает вот так вот знаменитая дача бенуа все приходит в упадок все разваливается ой какие крестятые Вот так вот. Сторож? А? Сторож? Да. Рассказал тебе много? Много чего интересного рассказал. Что-то самолеты за самолетами. А он давно уже старался? Давно уже. Сторожат. Сторожат. А, причем он мне сказал, вот этот корпус Бенуа после войны это был санаторий. Вот то был женский корпус. Вот там вот, мы идем в ту сторону, там был мужской корпус. Между ними стоит баня. Это вот это, по всей видимости, здание баня. А этот корпус кто-нибудь охраняет? Ну, наверное, так же, как и тот. Он? Там Владимир, а здесь не знаю кто. И вот несколько интересных исторических фактов. Дача Артура Александровича Грубе. Это выполнено в стиле модерн. Предполагают, что архитектор Артур Александрович Грубе сам и является автором проекта. Дача могла быть построена в начале 20 века только лишь. Так как на начало освоения территории в 1891 году Грубе было всего 17 лет. Поэтому дача, скорее всего, построена позднее. Здание дачи выполнено в стиле эклектики, с элементами неоготики, модерна и русских мотивов. Первоначально строение было отделано изящными резными украшениями. До Великой Отечественной войны дачи архитектора и соседней дачи принадлежали санаторию Союза работников просвещения. А позже уже территория передана под дом отдыха Ленинградского госуниверситета. Резные украшения были зашиты простой вагонкой. Естественно, в настоящее время дача не используется. Принадлежит Санкт-Петербургскому госуниверситету. Обветшало. Стоит с заколоченными дверями и окнами. Ну, вот как-то вот так вот. Просто нет слов. Сейчас это все находится вот в таком состоянии. Я так понимаю, что это вообще неохраняемая. Она заколочена полностью со всех сторон. Там мужчина стоит с той стороны, художник, рисует. Я не стал подходить. Как-то некорректно. Мешать. Ну, а вот это третий дом, который выглядит примерно вот так вот. находится вот в таком удручающем состоянии. Но, конечно же, первоначально можно понимать, что здание было очень красивое. Боже ты мой. Боже ты мой. И вот в завершение третье здание в этом комплексе. Деревянная дача купца Людвига Ивановича Крона. В стиле модерн построена архитектором Леонтием Николаевичем Бенуа. Предположительно, в 1891-1892 годах. В советские времена, вплоть до Великой Отечественной войны, эта дача находилась в ведении санатория Союза работников просвещения. Затем ее передали Ленинградскому госуниверситету, который организовал там дом отдыха. Сейчас дача все так же на балансе этого вуза. Сгорела в ночь с 20 на 21 октября 1995 года. После чего дача совсем не использовалась. Сейчас она не охраняется. Отчего начались серьезные разрушения на северном фасаде. И все приходит в упадок. Хорошие березки стоят. И вот мы обошли это здание полностью. До того места, где оно разрушено. Здесь стена просто уничтожена. Вы видите, да? Вы видите, да? Вы видите то же самое, что вижу и я. Все это как-то вот так. На берегу Финского залива. Ну да? Смотри, какие интересные эти ягодки. Это или бузина, или... Не, бузина, скорее всего. Замерзшая. А знаешь, есть вот эта программа в интернете? Да. Сфотографировал, щелкнул. Такая береза колоссальная. Ага. Березка-то вообще... Да какая же ты красота-то, а? Дай фотоаппарат свой. Я его хотел на желтый листвет, но такая красота получается. Маяковый кот. Маяковый? Это маяковый. Маяковый. Вот маяк. А это его кот. И вот оно меня получает в приближном виде.